Несмотря на отсутствие реального прорыва на венских многосторонних переговорах по сирийскому урегулированию, стороны пришли к единому мнению о необходимости борьбы с терроризмом и начале политического процесса урегулирования как единственный на возможном пути разрешения конфликта. В то же время участники по-прежнему не смогли договориться о судьбе президента Сирии Башар Асада, которого Запад не видит в будущем устройстве страны. Никто из нас не ждал сегодня решения, не ждал, что одна или другая сторона заявит, «Эй, Асад больше для нас не проблема» или «Асад будет делать то или это». Никто на эту тему даже не размышлял. Встреча была началом нового дипломатического процесса, а не его последней главой, заявил госсекретарь США Джон Кэрри. В то же время глава МИДа России Сергей Лавров еще раз подчеркнул, что сирийцы должны сами решать судьбу своей страны, и ООН должна поспособствовать проведению свободных выборов. Лавров также подчеркнул, что на переговоры по будущему устройству страны и прекращению огня под эгидой ООН должны быть приглашены представители и официального Дамаска, и сирийской оппозиции.